Польша закрыла грузовой поток из Беларуси. Рост зарплат бюджетников замедлится. Огромные очереди в налоговую. Подробнее об этом и не только, я расскажу вам далее. Вы тем временем подписывайтесь, ставьте лайк этому видео и поддержите наш канал донатом. Польша закрыла грузовой поток из Беларуси. С трех часов ночи 10 июля на последнем работающем пункте пропуска грузового транспорта Козловичи-Кукурыки Польша перестала пропускать грузовые транспортные средства из Беларуси. Сейчас там скопилась огромная очередь из фур. Отметим, в последнее время польские политики не раз заявляли, что не намерены больше терпеть миграционное давление на своих границах. И не секрет, что закрытие грузового потока – это главный инструмент давления Польши на белорусский режим. Впрочем, это далеко не все. Польша перестала пропускать из Беларуси авто без владельца в салоне. В приграничных чатах сообщают, что это новые ограничения и теперь въехать в Польшу на машине с белорусской регистрацией можно только если за рулем или хотя бы на пассажирском сиденье находится его владелец. Люди пишут, что ни договоры аренды, ни доверенности с переводом на польский не принимаются. Новое ограничение касается и физических, и юридических лиц, однако пока официального подтверждения этому нет. При этом редкие пользователи в чатах сообщают, что им все же удалось пересечь польскую границу на автомобиле, оформленном на юрлицо. Никаких подтверждений мы не давали, только техпаспорт и свои паспорта, написала пользовательница. На границе людям пояснили, что новый запрет, как и предыдущий, который запретил вывозить в Беларусь сотни наименований товаров, связан с регламентом Совета ЕС от 29 июня. Он распространяет на Беларусь санкции, введенные ранее в отношении России. Однако и это еще не все новшества. По заверениям пересекающих польскую границу, с 9 июля таможенники запрещают ввозить из Беларуси в Польшу алкоголь и сигареты в любых количествах. В Беларуси замедлят рост зарплат бюджетникам. Такой прогноз сделали эксперты Евразийского фонда стабильности и развития. Они полагают, что снижение трат на оплату труда позволит в следующем году выйти на профицит бюджета, то есть превышение его доходной части надрасходной. Кроме того, по оценкам организации, уровень инфляции в стране достаточно стабильный. Ожидается, что к концу года он составит около 6%. В этом случае прирост денежной массы снизится до 16%. Отметим, в последние годы республиканский бюджет планировался с дефицитом. Однако в прошлом году бюджет исполнили без него. Тенденция на его снижение отмечается в стране с 2020 года. Так, в 2021 дефицит составил всего полмиллиарда, но годом ранее эта сумма была в четыре раза больше. В законе о бюджете на текущий год планировался дефицит около 5 миллиардов долларов. Пока неизвестно, каких показателей он достиг за первое полугодие, поскольку Министерство финансов перестало публиковать отчеты об исполнении бюджета еще в 2022 году. Белорусы, следующие на автобусах в аэропорт Вильнюса, рискуют не успеть на свои рейсы. О ситуации на белорусско-литовской границе рассказали читатели Еврорадио. Со слов пассажиров, среднее время прохождения границы сейчас составляет 7-11 часов, но ситуация больше напоминает лотерею. Так, на прошлой неделе целый автобус опоздал на свои рейсы, хотя на границе перед ним не было очереди. Опытные путешественники советуют брать билеты заранее, чтобы при благоприятном раскладе иметь время погулять по Вильнюсу, а в случае задержки хороший запас времени до самолета. Одна из пассажирок рассказала, что ей не хватило 12 часов между отправлением из Минска и ее рейсом. Другая женщина отметила, что выезжала за двое суток и еле успела. Люди отмечают, что логики в скорости транспортного потока через границу нет. Опытные путешественники советуют брать инициативу в свои руки и искать свободные места в автобусах, которые стоят ближе к контрольно-пропускному пункту. Очевидно, что пассажиры белорусского авиаперевозчика с такими проблемами не сталкиваются. Однако неприятных сюрпризов избежать не удается. Так стало известно, что на днях пассажиры рейса Белавия Анталия-Гомель провели час в самолете со сломанным кондиционером. За это время температура в салоне достигла 40 градусов, а персонал на жалобы людей пояснил, что ничего сделать нельзя. Им дали такой самолет. В соцсетях отметили, что судно с такой поломкой не единственное в авиапарке Белавия. Владельцев жилья обязали отчитываться о постояльцах иностранцах силовикам. Сейчас юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, в течение трех часов после заселения иностранных гостей должны передать информацию о них в местные органы внутренних дел. Сделать это можно через информационные ресурсы МВД и единый портал электронных услуг. Согласно новому постановлению Совмина предусмотрена и ответственность за неуведомление. Это штраф до 20 базовых величин, то есть до 800 рублей. Правительство также опубликовало перечень, владельцы какого жилья должны сообщать об иностранцах в милицию. В постановлении говорится, что к средствам размещения относятся номера, комнаты и другие помещения, расположенные в гостиницах, аквателях, апарт-отелях, мотелях, спа-отелях, хостелах, кемпингах, оздоровительных и санаторно-курортных организациях, а также дома охотника и рыболова, шале и бунгало. Белорус, который бросил коктейль Молотова в Королевский дворец в норвежском Осло, имеет инвалидность, а его действия были криком о помощи, сообщила его адвокат. Напомним, 57-летний мужчина бросил зажигательную смесь в дверь в задней части Королевского дворца. В это время в здании находилось почти 180 человек, в том числе член королевской семьи. Однако пламя быстро погасили, дверь дворца серьезно не пострадала. Адвокат пояснила, что белоруса депортировали из ЕС, Норвегии, Исландии, Швейцарии и Лихтенштейна с запретом на въезд в течение 10 лет. А в Осло он приехал, чтобы получить убежище в канадском посольстве. Но там найти понимание не удалось, и мужчина в отчаянии решил привлечь внимание СМИ. Однако сам не понял, что напал на Королевский дворец. Как уверяет адвокат, белорус думал, что это здание парламента. Сейчас его обвиняют в причинении серьезного ущерба и хранении зажигательных бомб. В ближайшее время для мужчины изберут меру пресечения. Предпринимательница из Минска пожаловалась на огромные очереди, как в 90-х, в налоговую. Женщина ведет популярный блок для родителей и, как большинство ИП, столкнулась с бюрократическим коллапсом после обновления законодательства. Дело в том, что с 1 июня предприниматели обязаны пользоваться услугой электронный ключ при подаче налоговых деклараций. А чтобы его получить, нужно пройти целый квест. Женщина рассказала, что заплатила за услугу 170 рублей, но по факту выкинула деньги за собственные страдания. По ее словам, для получения заветного ключа людям приходилось простаивать не только днями, но и ночами, организуя стихийные дежурства. Точные дежурства в налоговой. Боже, люди, я вернулась, по-моему, в Советский Союз. А мало того, что сегодня утречком я записалась на очередь, это век электронных очередей. Налоговая, проснитесь! Ролики блогера быстро завирусились в ТикТок и на них отреагировали представители Министерства по налогам. По словам пресс-секретаря ведомства, изданием и продлением электронных ключей занимаются 12 регистрационных центров. Он подчеркнул, что предварительная запись, на отсутствие которой пожаловалась предпринимательница, не работает только в одном из них. В остальные можно записаться через официальный сайт. В точке, где нет записи, для посетителей выделили более комфортное помещение и увеличили количество рабочих мест до 16. Кроме того, в МНС пояснили, что при наличии ID-карты белорусские ИП могут работать в личных кабинетах, плательщика без электронного ключа. Завербованный польский судья Томас Шмидт до побега в Беларусь имел серьезные долги. Напомним, в мае этого года он покинул Польшу и попросил политического убежища у белорусского режима. Вскоре после побега Варшавский суд выдал заочное решение о его аресте. По данным организации Байпол Шмидта завербовали спецслужбы Лукашенко. В его задачи входили сбор секретной информации, дестабилизация польского правосудия и очернение Польши в глазах европейских союзников. Польское издание «Факт» обнаружило налоговую декларацию, которую судья подал за два дня до побега. В ней он указал несколько кредитов на общую сумму свыше 500 тысяч злотых. Предположительно, Шмидт получил их в частных фирмах. Часто такие займы надо возвращать быстрее, а проценты по ним намного выше, чем в банках. Однако из документов следует, что за последний год судья смог вернуть только 40 тысяч злотых. Издание полагает, что у беглеца были и другие долги. Шмидт должен был платить элементы, но, вероятно, не делал этого, поскольку его зарплатный счет был арестован судебными исполнителями. По закону они могут удерживать до половины суммы на счету. Отметим, ранее польские СМИ сообщали, что финансовые проблемы судьи могли быть одной из причин его побега и сотрудничества с белорусскими спецслужбами. Посадила арбуз, а вырос огурец. Белоруска купила на Wildberries 10 семян скороспелых арбузов за 10 рублей. Изучив инструкцию и советы по выращиванию ягоды, она решила посадить семена в разных местах. Одни посеяла в песчаную почву, а другие в огород. Выросла только одна. Я за ней так ухаживала. Я ждала, и вот так ждала. И азотные подкормки, и для корня подкормки, и опрыскивание по листу магнием. И вот три недели я не была на даче, а сегодня я приехала. Смотрите, какой мне Wildberries сделал сюрприз. Привет, арбузик! В комментариях под видео опытные дачники начали удивляться, как можно перепутать семена арбуза и огурца. На что женщина ответила, что семена были покрашены в темно-зеленый цвет и не вызвали сомнений. Нашлись и те, у кого покупки с маркетплейса тоже обернулись разочарованием. Так, одна женщина заказала семена дыни, которые выглядели как положено, и даже листочки у рассады были похожи на дынные. Но по итогу тоже собрала урожай хороших огурцов.